Самым важным, а порой сложным этапом на пути получения статуса гражданина России является подготовка необходимых бумаг. Ведь не секрет, что причиной, по которой процесс может затянуться, зачастую становится именно их неполный или неправильно составленный комплект. Исходя их этого, важно понимать, как выглядит перечень документов для получения гражданства РФ в 2021 году. Общие требования к оформлению бумаг. До того, как приступить к вопросу о документах, вспомним, что согласно миграционным правилам, получение российского гражданского статуса на сегодняшний день возможно двумя способами. На общих основаниях, согласно упрощенной процедуре. Именно от того, каким путем пойдет заявитель, будет зависеть ожидаемый от него набор документов. Кроме того, следует пару слов сказать и о требованиях к тому, как они должны быть оформлены. В момент подачи заявления при себе необходимо иметь оригиналы предъявляемых удостоверений личности. И гражданской принадлежности. После проверки сотрудникам миграционной службы и сверки с копиями они возвращаются владельцу. Все копии следует нотариально заверить. Все документы, которые составлены не на русском языке. Должны содержать перевод, также сопровождаемый нотариальным заверением. Все бланки, выданные иностранным органам, необходимо заверить апостилем или легализовать на территории РФ. Предоставление поддельных документов или тех, которые содержат ложные сведения, является достаточным основанием для отказа в присвоении гражданства. Общий порядок приобретения гражданства. Общий порядок приобретения российской гражданской принадлежности отличается от упрощенного основаниями и сроками рассмотрения прошения. Как правило, такой путь не дает никаких преимуществ кандидатам и заставляет их пройти полную процедуру легализации, иными словами, стать гражданами РФ они могут в результате натурализации. Для этого необходимо прожить в стране в течение трех лет на основании временного разрешения РВП, затем еще пять на основании постоянного документа ВНЖ, и только потом можно претендовать. На гражданство? Раки и документы нужны для получения российского гражданства. ВНЖ заявление. Образец заполнения и чистый бланк. Фото. Свидетельство о рождении. Внутренний паспорт. Заграничное удостоверение личности. Справка, которая может подтвердить, что вы являетесь законопослушным кандидатом. Документ на владение недвижимостью. Медицинское подтверждение отсутствия опасных болезней. Документ о заключении брака. Свидетельство о рождении детей. Документ, который может подтвердить владение государственным языком РФ. Диплом о полученном образовании на российской территории. Сертификат о сдаче теста. Документ, подтверждающий предоставление заявителю политического убежища. Удостоверение беженца. Обращение к российскому президенту. Последние три пункта необходимы в случае наличия таких обстоятельств. Период рассмотрения прошения по общей схеме занимает один год. Решение принимает исключительно президент РФ. Упрощенная процедура. Основное отличие – принятие решения о приеме в гражданство возлагается на миграционную службу, срок рассмотрения – 6 месяцев. Чтобы легализоваться в РФ по упрощенной схеме, необходимо иметь родителей гражданина РФ, проживать в рамках бывших советских республик, но не получить гражданство ни одной из них – родиться. В РСФСР заключить с российским гражданином брак и прожить в нем от трех лет, быть нетрудоспособным, но иметь трудоспособных детей, которые уже состоят в российском гражданстве, иметь нетрудоспособных. Детей, которые являются гражданами РФ, быть ветераном Отечественной войны, быть носителем русского языка. Полный перечень оснований, которые дают право воспользоваться упрощенной схемой, можно найти на сайтех ТПТСДС, 78. mvd.rf.grажданство.prast. Список документов на гражданство в этом случае должен быть непременно дополнен бумагами, которые могут подтвердить наличие у вас одного из вышеперечисленных оснований. Например, подтверждение степени родства с российским гражданином. Паспорт СССР для лиц без гражданской принадлежности. Диплом об образовании, полученном в российском вузе или школе. Все остальные бумаги обязательно без изменений. Обратите внимание, что упрощенная процедура не избавляет кандидата от необходимости предоставить заявление об отказе от предыдущей гражданской принадлежности. Важно знать, что заявление подается в двух экземплярах лично претендентам. Принятым оно считается только при наличии полного комплекта перечисленных выше бумаг. Чем грозит покупка гражданства для беженцев? Видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!